Была давно на балу? Никогда не была на балу, к сожалению. Но в наше время разве можно попасть на бал? Я думаю, что да. Я бывал, например, признаюсь, честно, даже выступал на нем. Расскажи, ты даже танцевал или что ты делал? Я танцевать не умею, но я бы с большим удовольствием танцевал здесь, на крыше жилого комплекса «Альфа», с которого мы, собственно говоря, и вещаем. Ну а о балле я предлагаю поговорить совсем скоро, прямо сейчас. Да, а вернее не поговорить, а посмотреть наш следующий сюжет о том, где и как проходит у нас очередной бал. Вальс, полонез и стук каблучков по паркету. Совсем скоро в Феодосии, в доме Ивана Айвазовского, снова зазвучит оркестр. Ежегодный бал в рамках благотворительной акции «Белый цветок» пройдет 29 сентября. Но наряды девушки подбирают уже сейчас. Это лучше. Да, врачи за зеркальцем. В этом году, чтобы получить приглашение на бал, школьники писали сочинения про Петра Губонина. Ученица 9 класса Ева Мария Баронина к конкурсу подошла со всей ответственностью. Почти целую неделю изучала биографию знаменитого мецената. Он сделал очень много для других людей, но при этом себя сдерживал в каких-то фрагментах, в каких-то моментах. Он делал все для того, чтобы другим было комфортно. И при этом очень грамотно распоряжался своими средствами. Больше 16 тысяч сочинений, из которых выбрали 40. В этот раз участвуют не только крымчане. Среди дебютантов бала несколько человек из Брянска. Это не просто эссе. Каждый год разная тема. Было про Святого Луку, про Айвазовского, в этом году про Губонина. Дети 14 лет, они не знали именно, что эти люди были меценатами Крыма и что они сделали для Крыма. О победе школьники узнали во время последнего звонка. Торжественно на линейке им вручили конверты с заветными приглашениями. Почувствовать себя сказочной принцессой и станцевать на балу, наверное, мечтает каждая из девочек. Особое волнение вызывает даже не само торжество, а подготовка. Учесть нужно все детали от цвета и фасона платьев до традиционных аксессуаров. Перчатки, украшения для волос и, конечно же, туфли. Самостоятельно превратиться из золушки в королеву бала нелегко. Подготовиться к торжеству девушкам помогают феи красоты. Наша задача – это сделать прически, которые будут в стиле конца 19 века, чтобы они все были примерно в одном образе, не выделялись особо друг от друга. На подготовку 4 месяца. Дома по видеоурокам с хореографом девушки разучивают бальные танцы и правила этикета. А вот о том, кто станет их кавалером, дебютантки пока не знают. Организаторы до последнего дня планируют держать интригу. Татьяна Балыкина, Руслан Хохлов. Утро нового дня.